Да? Да, это другие новости. Да, мы ведем трансляцию из осажденного бункера. Итак, последние пару недель мы постоянно слышим про повсеместное введение QR-кодов. Боимся этого и по мере способностей протестуем. А тут поднялся, как говорят во власти, глубинный народ. После экспериментального введения системы в Казани, абсолютное большинство граждан высказалось против введения QR-кодов в транспорте, магазинах и кафе. В опросе РИА Новости на этот счет приняли участие почти 200 тысяч человек, из которых 80% высказались против. Опросы успешно удалили с телеграм-канала издания. Характерно, что неопределившихся всего минимум 2%. Надо понимать, что народ отлично разобрался в проблеме сегрегации посредством QR-кодов. Позиция общая как у вакцинированных, так и у неувакцинированных. Острая негативная реакция общества будет еще понятнее, если вспомнить, что сегодняшняя власть оформилась благодаря негласному договору с обществом. Мы не лезем в вашу жизнь, а вы не протестуете. На наших глазах правительство пересматривает правила игры, выводя систему на минное поле народного неприятия. Из абсолютно непопулярных решений можно вспомнить разве что пенсионную реформу, которая обвалила рейтинги власти не так давно. Может, это и прилетает над страной тот самый «черный лебедь», о котором так долго в последнее время спорили политологи. Узнаем в перспективе. Так или иначе, как говорил Эдуард Вениаминович Лимонов, взрыв неизбежен. Тут еще выяснилось, что параллельно с внедрением QR-кодов правительство собирается открыть для всех желающих доступ к персональным данным россиян. Но весть наверняка не новая. Вице-премьер Голикова прямо заявила, что грядет некая интеграция систем бронирования авиационного и железнодорожного транспорта и государственной информационной системы единого портала государственных услуг. То есть теперь они всегда будут знать, куда вы ездите. Навострил свои щупальца и Сбербанк, который уже начинает включать госуслуги в свою недоразвитую экосистему. Привыкать, конечно, ни к чему не придется. В эпоху тотальной слежки, под пристальным наблюдением всевозможных камер и приложений, интеграция государственной системы в экосистемы компаний, и так принадлежащие государству, всего лишь очередное наступление на остатки личного пространства граждан. В конце концов, давайте вспомним, как бойко торгуют личными данными менты в Даркнете. Вспомним и... неужели успокоимся? Роспотребнадзор Роспотребнадзор, тот самый госорган, что показал в пандемию свою полную несостоятельность, задумал теперь воспользоваться неким искусственным интеллектом для контроля эпидемий. Искусственный интеллект этот должен будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране, мониторить что там у хохлов, и не только с короной, и определять риски. Вроде бы неплохая идея. Давно пора перейти с ручного режима отслеживания пандемии. Но на фоне разрухи в здравоохранении, обшарпанных больниц, нехватки ИВЛ в ковидных госпиталях и прочего, введение сверхновых разработок выглядит так, как будто неандертальцам пытаются всучить компьютер. А они, конечно, не знают, как им пользоваться. Прежде чем внедрять искусственный интеллект, нашим управленцам стоит воспользоваться своим, пускай и скудным. Например, прекратить оптимизацию здравоохранения, она все еще идет. Обратить внимание на скудный заработок медиков и неприличное богатство чинуш из Минздрава. Заняться, в конце концов, строительством больниц. Тогда, может быть, и интеллект искусственный никакой нам не понадобится. Хотя, конечно, все это лирика и бесконечные мечты. Факт. Нам не нравятся российские суды. Соответственно, не нравятся и судьи, в последние годы выполняющие функцию обслуживания режима, нежели граждан. Для того, чтобы понять, насколько они изменились, достаточно почитать о политических процессах, скажем, 20-летней давности. Например, о каком-нибудь громком деле против членов запрещенной НБП. А потом сравнить с нынешними делами, где осуждают без учета доказательств и при полных противоречиях в самом деле. Так, затравка у вас теперь есть? Нынче новость. Госдума и Совет Федерации на прошлой неделе одобрили поправки, внесенные в федеральный закон о государственной защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов. Теперь можно засекречивать сведения о личности и имуществе силовиков, военных, федеральных, судей, прокуроров, сотрудников СК и множества других чиновников. Там, правда, очень-очень долгий список. А также членов их семей, разумеется. В общем-то, мера ожидаемая. Правящая верхушка давно оформилась в отдельную касту, не подсудную и не подлежащую общественному контролю. И принятие закона, благодаря которому любая попытка жалких холопов узнать что-либо о своих боярах, ну, например, заграничных виллах или жизни на одну зарплату, будет считаться теперь уголовным преступлением. Все это было только вопросом времени, и этого следовало ожидать. Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что после введения геномной экспертизы для мигрантов, ее можно со временем расширить вообще на всех россиян. Тут возникает множество вопросов. Типа, чего? Кого? Геномная что? Какая экспертиза? Вы вообще отсюда, товарищ Выборный? Поясняем. По поручению Бастрыкина, активного в последнее время фронтмена фракции ШИЗОВ и главы Следственного комитета Российской Федерации по совместительству, прямо сейчас прорабатывается возможность ввести геномную экспертизу для трудовых мигрантов. А далее сначала для уголовных преступников, потом для административно задержанных, а в конечном итоге уже для всех жителей страны. Геномная экспертиза, в общем понимании, это такая углубленная и очень дорогая биометрия, которая позволяет узнать все, что угодно о ДНК человека и подвязать ее к личному делу. В неполицейском государстве подобная мера в глубокой, глубочайшей теории действительно могла бы играть на пользу гражданам. Но мы все прекрасно знаем, как работает карательная правоохранительная система нашего государства. И введение подобных мер может означать лишь то, что дисциплинарный санаторий, как водорожался Эдуард Лимонов, становится все более технологичным. Сначала система распознавания лиц, теперь геном, а завтра уже будут умные города. Умные только для того, чтобы тебя, политически активный зритель, усадить в тюрячку. Причем настолько надолго, насколько это вообще возможно. Тревожные известия пришли на прошлой неделе из Бурятии. Профессиональным спасателям из МЧС приходится таксовать и работать курьерами, чтобы банально прокормить свои семьи. Они угрожают массово уволиться, если им не поднимут зарплату. Еще свежи в памяти грандиозные по масштабам лесные пожары, что полыхали по стране в Бурятии, в частности, буквально несколько месяцев назад. Все помнят, насколько адски сложный и опасный труд выполняли спасатели, чуть ли не круглосуточно боровшиеся с огнем. Ну, там, где им позволяли, конечно, и выделяли средства. А тут вот наглядно благодарность от государства. Надо понимать, что явление таксующих и подрабатывающих курьерами спасателей это банальное следствие деятельности порочной системы. Ждать перемен в этой области нет смысла. На будущий год, когда вновь заполыхает, этих же профессионалов привлекут к борьбе со стихией тысячную, скажем, за сорок. Остальное попилили. А осенью они вновь сядут за баранку. Грустно? Конечно, грустно. Потеряем все леса, потеряем Бурятию, потеряем Забайкальский край. Но чиновников это не слишком волнует. Неделю назад затейники в погонах из Орловской области порадовали нас новым видосом о последствиях нелюбви к гостям из бывших советских республик. Преимущественно, конечно, южных. Ролик рассказывает о том, как злостный экстремист в Берцах фотографирует флиртующих с кавказцами девушек и постит фотографию в ВК с емким комментарием «Чернельница». В финале он, конечно же, попадает в тюрячку по 282-й статье. Хэппи-энд, блядь! Впрочем, реализма ролику явно не хватило. Было бы куда правдивее, если бы носитель Берцов заснял на видео тех же кавказцев в момент, когда они ногами получают непочтительно заговорившего с ними русского и выложил его в соцсети с комментарием «Родные ватутинки». А то и попытался бы влезть в драку, после чего оказался бы за решеткой и, соответственно, на бутылке. Вот это было бы действительно ближе к правде. Возможно, нечто подобное мы еще будем наблюдать, причем не только в постановочных роликах, а и в жизни, настоящей, реальной. Тем более, что силовики даже не скрывают, в чьих интересах будет дальше использоваться статья за экстремизм. Именно поэтому она и должна быть отменена ко всем чертям. Настолько скоро, насколько это вообще возможно. 282-я нарушает ваши гражданские права. Какого черта мы все не выходим на улицу, как минимум за ее запрещение прямо сейчас? Это не был призыв. Это очень важно. Вот и случилось то, чего мы ожидали все это время с начала скандала с разглашением информации о пытках в системе ФСИН. И мы не про увольнение больших чиновников. Система доводит ситуацию до логического завершения, какое одно только и может быть в нашем современном государстве. Правозащитники из ГУЛАГу.нет передают, что все камеры в колониях, СИЗО и других исправительных объектах Саратовской области с недавних пор отключены. На территорию ЗОН, в частности ОТБ-1 и СИЗО-1, откуда и были слиты видео с опусканиями и пытками, зашел ОМОН и спецназ ФСИН. Запахло черемухой, шампанским и электротоком. Виновен не тот, кто пытал, повторимся. Виновен тот, кто слил, тот, кто пожаловался и тот, кто предал огласку. Многие другие, но не сотрудники учреждений, работающие на них зэки. Эта гнидская мораль существует столетиями и культивируется в нас буквально всеми учреждениями и коллективами нашего общества во главе с государством. Конечно, все это бесконечная чушь. Никогда нельзя сдавать своих, а с врагами, беспредельщиками, которые заведомо сильнее тебя по всем параметрам, нужно разбираться всеми доступными средствами. Ибо они сами и поддерживают эту гнидскую мораль рабов. Равно как и арестантскую традицию, согласно которой даже обиженный по беспределу все равно является обиженным. И возведению в ранг человека уже никогда не подлежит ни при каких обстоятельствах. Можно проверять зоны хоть каждый день сводными батальонами прокуроров, правозащитников и журналистов. Только вот вечером все это братья уедет, а ты, зэк, останешься. И очень сильно задумаешься, а стоило ли вообще жаловаться. Может, лучше было бы помолчать о беспределе, дабы не столкнуться со швабрами пятой точкой. Именно такие мысли сейчас и испытывает все население саратовских мест лишения свободы. И понимать это следует очень просто. Для того, чтобы избежать мщения системы, нужно, чтобы мстить было банально некому. Именно для этой цели мы, политические активисты, и работаем. В другой России швабры на зонах будут использоваться лишь в качестве хозинвентаря. И никак иначе. Недавно модная конторка Geekbrains, рекламу которой вы наверняка видели здесь на YouTube, провела опрос, согласно которому 53% студентов из сферы IT хотят перебраться из России в другую страну по окончанию обучения. Объясняют это тем, что за бугром лучший уровень жизни, больше возможностей и банально выше доход. Глупо их винить в отсутствии патриотизма. Несмотря на победы в киберспорте, громкие слова о цифровизации, метавселенных, Россия в области IT-технологий отстает от развитых стран на десятки лет. Что и неудивительно для периферийной экономики, в которой даже рынок микроэлектроники практически полностью зависит от иностранных поставщиков. Ну, в конце концов, я сам. Уже несколько лет работаю в IT, получаю относительно неплохие деньги, но остаюсь в стране во многом из-за невозможности оставить политическую борьбу. Хотя, конечно, коробит, что немецкий или австралийский там специалист с более низкой квалификацией получает те самые 300 тысяч в секунду, до которых я дорасту примерно через никогда. Чего ж тут говорить об обывателях? Я все это к чему? При нынешнем политическом и экономическом курсе, повсеместной зависимости от импорта, оптимизации образования, научной деградации и прочих прелестях периферийного капитализма, наша страна так и обречена на дальнейшее отставание и потерю самого ценного, человеческих ресурсов, а вместе с ними и какого-либо исторического будущего. В конце концов, давайте вспомним главный тезис 21 века. Люди — это новая нефть. Правда, до тезисов 21 века современной Российской Федерации еще расти, расти, расти и расти. Глава партии национального движения Турции Девлет Бахчели подарил президенту страны Реджепу Эрдогану карту «Тюркского мира», на которой в качестве «Тюркска» окрачена часть территории Российской Федерации. «Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, и это нормально», — так отреагировал на это фото Дмитрий Песков спустя четыре дня после его публикации в Твиттере. По мнению Бахчели, в «Тюркский мир» входит часть регионов Российского Юга, Восточной Сибири, Балкана, а также Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, часть территории Монголии и Ирана, а также Уигурский автономный район Китая. Понимать разыгравшийся империализм Турции надо таким образом, что страна медленно становится одним из главных игроков на территории Ближнего Востока. После окончания гражданской войны в Сирии и ухода США в невнятное противостояние с Китаем, правительство Стамбула стало понимать, что теперь ответственность за регион полностью лежит на них. Поэтому Эрдоган не обошел вниманием войну в Карабахе, заявив тем самым, что с ним нужно считаться, ибо эта война происходила совсем недалеко от турецких границ. Эрдоган все больше проводит свою независимую политику, совершенно не интересуясь мнением Вашингтона. Идут большие расходы на военную промышленность и увеличение уровня обороноспособности страны. Из всего этого можно сделать вывод, что коль внутри Турция чувствует себя хорошо, то она, естественно, будет и дальше проводить активную внешнюю политику. Короче, все совсем-совсем не весело. По данным еще одного исследования, на этот раз компании Russian Field, 34% опрошенных россиян теперь боятся шутить в интернете на политические темы. На религиозные и национальные пока не боятся, но это дело поправимое. Мы верим, что люди в погонах еще исправят этот досадный недочет. Нужная статистика будет подведена. Но обитателям Кремля не стоит уповать на всемогущество репрессий, поскольку в реальности подобные попытки кошмарить своих граждан и все им запрещать дадут обратный эффект, не имеющие выхода ненависть и раздражение, а поводов для них предостаточно, в какой-то момент достигнут критической точки. И мало тогда никому не покажется. Проверено, в конце концов, историей. На днях также стало известно, что концерн «Калашников» отчитался о рекордной сделке над сумму 590 миллионов долларов, в рамках которой он поставит Индии кучу новейших автоматов АК-203. Но только малая часть автоматов при этом будет собрана на российских заводах, в то время как больше, разумеется, в Индии. В компании это называют оптимизацией затрат на организацию производства на десятки миллионов долларов. У нас ведь патриотизм в уста государственных чиновников – это всего лишь сотрясение воздуха. Казалось бы, концерн, гордость отечественной оборонки и интересы предприятия неотделимы от интересов государства. А по факту перенос производства, вывоз капитала и вкладывание в развитие чужой экономики. В конце концов, индусы продадут эти «Калашниковы» кому угодно. Оборонный сектор – зона особой ответственности. Дельцов нужно гнать с этого направления поганой метлой. Так это все и нужно понимать. Похоже, мы с вами близки к тому, что у преступлений скоро не будет не только национальности, но и должности или звания. Уже упоминавшийся в этом выпуске зампред Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что журналистам не следует указывать место работы и должность того или иного виновника ДТП, чтобы не формировать негативное мнение. Ну, блядь, остались бы еще журналисты, которые могут так писать. Так Выборный прокомментировал случай в Тюмени, где пьяный майор СК насмерть сбил двух дорожных рабочих. В конце концов, не самое плохое предложение. Выборный мог бы предложить законопроект, по которому непреднамеренно убийство рабочих и прочего быдла с сановними персонами вообще не должно считаться преступлением. Больно уж фигура в нынешней Российской Федерации неравновесная. Ну, работяга и какой-то... Чин. Шутка про неурожай пальмы в связи с подорожанием молочной продукции перестает казаться смешной. Как на глазах устремляются в космическую ввысь цены, видят каждый покупающий себе в магазинах банальные продукты. При этом пальмовое масло в нашу страну сейчас возят в таких масштабах, будто коровы на планете остались только в рекламе шоколада Милка, и то альпийские, а не наши. По материалам Росстата Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракции в январе-сентябре 2021 года на 7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 803 тысяч тонн. Импорт подсолнечного сафлорового хлопкового масла и их фракции в январе-сентябре вырос всего на 23%, до 1,2 тысяч тонн. Эту экзотическую масляную фракцию, основу здорового питания большинства россиян, закупающих молочку в обычных супермаркетах, а не в элитных экофермерских хозяйствах, поставляют к нам в основном Индонезия и Малайзия, причем первая в обмен на настоящие истребители. Вероятно, наш ВПК чертовски гордится этой удачной сделкой. Растущий импорт пальмы надо понимать так, что в условиях глобализации капитализма кормить обнищавший в кризис народ чем-то кроме дешевой технической субстанции, коей непосредственно является пальмовое масло, все более экономически невыгодно. Пока в Индонезии колосятся пальмы, коровки на наших лугах пастись не начнут, и сельхозобъекты из руин не восстанут. Для восстановления разрушенной в хлам экономики нужна совсем иная политическая воля, чем у тех, кто сейчас у власти. Нужно новое народное государство с верховным приоритетом заботы о людях. И с применением правильных, одобряемых народом мер в будущем к тем, кто сейчас травит нас экономически целесообразным суррогатом. Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской Академии Наук объявил тендер на проведение исследования по теме «Приложение методов доверенного и объяснимого искусственного интеллекта к технологиям психологической диагностики личности по данным социальных сетей». Аниме «Психопаспорт» вышло на связь. Как сказано в документации к проекту, широкое массовое профилирование населения может выступить хорошим предиктором массовидного поведения, например, в условиях социальных конфликтов и выступлений. Заказчиком, конечно же, выступает аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Вот так и наступает антиутопия, ребятки. Буднично без бразильской фантасмагории или орловской чернухи. Пока силовики используют всю мощь современной техники для отлова политических активистов, научные институты проводят исследования на тему, как определить экстремиста по его профилю УВК через нейросеть. Чисто ламброза 21 века. Как и обычно происходит при антинародных режимах, достижение прогресса используется не для блага населения, а для обогащения власть придержащих и укрепления их власти. И без того в наших условиях совершенно безграничный. Мы пишем этот выпуск в самом начале декабря и, знаете, хочется немного похвастаться результатами нашей партийной осени. Дел было сделано много, про какие-то вы до сих пор слышали, про какие-то не совсем. Сейчас все расскажу. Итак, партийные итоги осени. Нацбольская осень оказалась богатой на важные события в партийной жизни. Началась она с федеральной кампании партии Лимонова по выборам в Государственную Думу. Мы выпустили заявление по бойкоту нелегитимного цирка под названием «Выборы в Госдуму» и провели всероссийскую акцию протеста, чтобы привлечь внимание к тому беспределу, который происходил на избирательных участках. В Москве нацболы атаковали здание Госдумы, за что были арестованы пять активистов Тимофей Филин, Мария Пастушкова, Сергей Семенов, Егор Фищишин и Иван Рыбин. Отдельно стоит отметить уральскую столицу, Екатеринбург, где после согласованного митинга с применением силы были задержаны 12 нацболов, а четверым из них, Кириллу Имашеву, Сергею Демидову, Евгению Некрасову и Степану Юрченко, полицейские вменили настоящую статью о демонстрации экстремистской символики. Мы рассказывали об этом подробно в прошлых выпусках. Силовики посчитали партийную символику «граната с молнией» запрещенной, что по факту не соответствует действительности. Наша дорогая лимонка пока не в списках. После отбытия административного ареста нацболы были повторно арестованы на 15 суток. Протестуя против незаконных арестов, активисты объявили голодовку. Центральной темой октября для партии стал беспредел в системе ФСИН. В Москве нацбол Алексей Черников провел акцию против пыток в колониях, за что был арестован впоследствии на 15 суток спецприемника. 7 ноября для нацболов является красным днем календаря. В этот день по всей стране прошла федеральная акция, приуроченная годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В Питере мероприятие закончилось задержаниями и неудачными попытками признать партийную символику экстремистской. Вновь, так же как в Екатеринбурге. ЕСПЧ признал ликвидацию национал-большевистской партии незаконной. 15 ноября силовики ворвались в московский штаб партии и применили насилие к активистам. Также нацболы провели ряд акций с требованием освободить политзаключенного Ермека Тычебекова, защитника русских в Казахстане, причем единственного. На него было заведено очередное уголовное дело, и партия продолжит борьбу за его освобождение. В Москве также прошли лимоновские чтения, уже давно ставшие главной контркультурной площадкой страны. В мероприятии приняли участие более 300 человек. Также в октябре на Троекуровском кладбище был установлен памятник Эдуарду Лимонову. Если есть возможность, съездите, поглядите, прекрасный стоит с арматуриной. Также прошла первая международная акция НБ Интернационала в поддержку арестованного в Чехии донбасского ополченца Алексея Фадеева, которого прямо сейчас пытаются посадить в тюрьму. Из положительных моментов нацболка Ирина Воронцова после долгих тяжб с российской миграционной системой получила паспорт ДНР. Поздравляем и благодарим за взаимодействие всех причастных. Партия продолжает выпуск медийного контента, стримов, подкастов и идеологических видео. Кто этого еще не сделал, подписывайтесь на Лимонку, главный пропагандистский ресурс партии. Лимонка это прямо здесь и прямо сейчас. Лайки, репосты, ну, вы все знаете. Мы успешно захватываем медийное пространство. Так, ролик нижегородских нацболов про наивыборы набрал несколько миллионов просмотров в ТикТоке. Это некоторый результат. Партийный художник Ольга Лаврентьева попала в топ-10 важных женщин в комикс-индустрии. Также нельзя не отметить первый опыт гонзожурналистики от московского нацбола Валентина Никенова, побывавшего в качестве военного корреспондента в Афганистане. Кстати, ждите с ним интервью на этом канале. В целом можем констатировать большой рывок на всех направлениях деятельности. Впереди у партии еще больше планов и проектов, о которых мы будем своевременно сообщать. Да, 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 это другие новости. Да, трансляции из осажденного бункера. Вы знаете, куда ставить лайки, вы знаете, куда писать комментарии. Да, разумеется, нужно распространять это видео среди жильцов вашего ЖЭКа, друзей, кентов, товарищей, кого угодно. Пожалуйста, сделайте это. Господи, ну, да, да, мы классные, да, мы будем выпускать больше видео. И да, конечно, у нас есть Патреон, на него можно подписаться и в перспективе там будут эксклюзивные видео для патронов. Ждите, рассчитывайте, надеюсь. Ну, конечно, кто еще? Мы одни остались. ЛПРовцы уехали. А кто еще был? РРП? Да, та партия, в которой всем по 16 никто никогда не работал. Ну, ну, вы смеете, что ли? Короче, да, мы классные. Да, да, можно подписаться на Патреон. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok